Все, пересоздали лобби. Команда Empire и команда Virtus.pro у нас уже на месте, все в порядке. Там, видимо, были траблы, кто-то отвалился. Ну и давайте перейдем непосредственно к матчу. У нас третья игра сейчас актуальна, и первые две Empire выиграли с очень ощутимым преимуществом. Вторая игра была минут 30, первая была до 30, по-моему, 26 минут понадобилось команде Empire, чтобы Virtus.pro развалить. Какие проблемы у ВП? У ВП проблема сейчас номер один, это вообще неоптимальная форма Иллидана. Что-то идет явно не так, и керри команды Virtus.pro у нас является якорным. В данном случае может против Empire, вполне может быть, потому что контрят у нас Иллидана постоянно. Но я, увы, не очень обдуманно это Иллидана наблюдал. Например, прошлая игра, когда Иллидан в соло выходит у нас фармить линию, зная, что там есть инвизный Aloha Dance, который никогда не стоит на месте, который на Bounty Hunter у нас всю карту может просто истоптать, нон-стоп это делая. Зная, что есть даггер у Йоку, Иллидан неоднократно у нас выходил на линию и пытался фармить крипов, просто потому что мог это сделать. Ну и Empire неоднократно его за это наказывали. 2-7 закончить на Draw Ranger, которая убивает у нас уже минуты на 3-4. Это, знаете ли, постараться надо. Поэтому, конечно, ВП пробил некий в этом есть. Вообще, ВП траблы наблюдались еще и в матче против Веги. Вега умудрилась достаточно серьезно закомбечить. В первой игре финала Винеров. Дальше ВП, конечно, додавили, вспомнили, что за флаг они защищают и против кого играют. Но здесь вот как-то нашла Касана Камень. Команда Empire оказывается мощнее и два последних матча об этом очень красноречиво говорят. ВП забирают себе лишь Рака, забирают себе Bounty Hunter. Они просто копируют пики Empire, видимо, с прошлого матча. А Empire двигается по схеме первого матча. Туск и Даззл. Напомню еще раз, та игра за 26 минут закончилась. Нагу Виртуз Про забанили, значит, повторяться первый матч с точностью не будет у нас. Наги не будет от Виртуз Про, и, наверное, в этом есть плюс. Я так и не понял, против кого они забанили Нагу. Такое ощущение, что ВП забанили Нагу, просто чтобы самим ее, не дай бог, случайно не пикнуть. Ancient Operation в баню от Team Empire, также в баню от Empire Bloodseeker и SF. От команды Виртуз Про в баню отлетает Queen of Pain, отлетает Undying. Туда же Герокоптер и туда же Нага Сайлент. Undying в первой игре был и много неприятностей доставил команде Виртуз Про. Во второй игре много неприятностей доставил Герокоптер от Сайлента. Ну, Герокоптер от Сайлента многим командам на многих турнирах доставил неприятности. Тут был смысл, в принципе, избавляться от этого героя. Сайлент играет хорошо на этом герое, играет много, играет часто и... Уверена. Давайте немножечко статы вам покажу, что у нас там по статистике. В частности, если сравнивать игроков конкретно лицом к лицу. Резолюшн, Мидлейн, 612 ГПМ, у Резолюшна 585 для года. 600... точнее 600 у года и 612 у Резолюшна. У Сайлента ГПМ 557, у Иллидана ГПМ получше 603, но как-то не показывается этот ГПМ. Иллидан что-то его подскрыть решил немножко. У Фобоса ГПМ 447, у Йоку поменьше, но у Йоку у нас обычно дерется. Он так, не по фарму больше парень, он больше по дракам. Покажите мне, где соперник, я пойду с ним разбираться. О-о-о, вот это да, вот это я нашел, когда стату показать. Да у нас Хускар в пике, команда Эмпайр забирает себе Хускара, тысячу лет не виделись. Паб-строта, пап-герой, герой, который в цейме вообще редко появляется. Сейчас, конечно, почаще, а до этого, ну, он исключительно пабовским был. Хотя, с другой стороны, и Бладсикер раньше был исключительно пабовским, а теперь без Бладсикера сложно представить Виккабаны. Вообще прям, как-то, как будто это другая дота, если Бладсикер где-то нет-нет, да и не зашел. Четвертый пик от команды Virtus.pro. Уже есть Мидлейн, я так понимаю, Готт, скорее всего, заберет себе Лешака. Баунти Хантер вполне может у нас Фобосу отлететь на сложную линию. Бэйн как саппорт, ну, ФНГ или Лил, скорее всего, Лил. Нет, Керри у команды Virtus.pro, кстати, могут и Лешака отдать Иллидану. Герой несложный для фарм... Ну, я так уже разговариваю, говорю так об Иллидане, как будто Иллидан вообще у нас уже не вариант, как игрок. Понятное дело, что Иллидан умеет фармить, и неоднократно показывал, насколько хорошо он умеет. Я только что вам стату привел, в которой он перефармливает Сайлента. Но при этом как-то в двух последних матчах Иллидан очень провально смотрится, и я думаю, фанаты ВП в этом случае негодуют. Что-то действительно пошло не так. Хускар, скорее всего, для Сайлента, мне кажется. Посмотрим на последний пик команды Empire. Ну, в принципе, куда еще Хускар? Скорее всего, отдадут Сайленту, вряд ли это будет Хускар резолюжную, например, на мидлейн. А может и такое быть. Хускар, герой такой сугубо индивидуальный. Не сильно зависим он от своих тиммейтов. В общем-то, и в соло. Может на линии разваливать. Плюс наличие Дазла. До лоу хп сбивать Хускара. И там, естественно, на лоу хп под Шалу Грейвум Хускар просто превращается в атомную войну. К нему близко подойти нельзя. Всех настрелял Дазл под конец Шалу Грейва, выхилил Хускара. Ну и все, и гоу некст. Кстати, некст уже может и не быть. Визаж для команды Virtus.pro. Визаж, Бейн, Баунти, Хантер или Шрак. Ну и зайдет ли Тракса последним пиком, сейчас узнаем. Прошлый раз неприятно. Он стал для команды ВП Медведя. Забрали Траксу и Визажа первыми двумя пиками. И спрашивается зачем. Дроу Рейнджер не зайдет. Эмпайр вроде как шарит. Дроу Рейнджер сразу же отправляет в баню. Игроки команды Эмпайр. И фактически Визажа делают... Не максимально полезным на карте. Ну и Пака забанила команда ВП. Не верят, что Хускар может пойти на Медлейн. Ну последний пик все расставит на свои места. Я тоже в принципе не верю, что Хускар пойдет на Медлейн. Скорее всего Сайлент заберет этого героя. Вот Аризолюшну. Что-то еще надо добрать. Туск от Йоку будет. И в этот раз. Это просто сорвиголова. Туск, я думал, что Шейкер у него врывается куда только можно. Но Туск без Даггера имеет возможность врываться в самую адскую перть. В самую глубину. Под Т4, так под Т4. Гоу. Йоку, конечно, тут без печали в этом вопросе. Ну, это и интересно наблюдать. Агрессивные игроки всегда лично мною возводились в некий высший ранг. Потому что Дота игра, естественно, игра помимо скилла твоего, она еще и психологическая. Когда ты заходишь, например, на 10-й минуте под Т3 или на 20-й минуте ты за Т4 катишься в сноуболе. Тут вообще это просто чокнуться можно. Спрашивается парень, что происходит. Аккуратней, спокойней. Мы тут как бы все живые люди. Не надо так агрессивно себя вести. Ну и последний пик от команды Virtus.pro. Фантом Ланса. Тяжелая артиллерия от ВП. Эскейпы какие-то уже ищет. И Фантом Лансер по данному пику. Ну, это так. Между прочим. Просто герой, который имбовый я не вижу. Особенно подвизажа разве что с замедлением. ПЛ, Хускар. Хускару, например, плевать на ту ману, которую Фантом Лансер вырежет. Хотя, с другой стороны, Хускару нужна одна цель. Много целей, когда у Хускара Хускар не так полезен. Резолюшн забирает себе Вайпера. Сайлент будет играть на Хускаре. Алоха Дэнс будет играть на Рубике. Always Wanna Fly забирает себе Дазла. Туск играет на Туск для Йоку. Фантом Лансер со стороны команды Virtus.pro для Эллидана. Лил забирает себе Визажа. Бэйн. ФНГ. Лишрак. Это Гот. И Баунти Хантер. Это Фобос. Баунти Хантер отправляется в сложную линию. Ну что, игра у нас со старта. Начинается с паузы. Инсайт инфы никакой. Хорошо. Хорошо. Ну все. Смотришь на счет. И я же говорю еще раз. Он немного удивителен. Потому что все отдавали предпочтение команде ВП. В большинстве случаев отдавали предпочтение команде ВП и букмекеры и сайт Pinnacle Sports. Тому подтверждение я вам показывал. Теперь Эмпайр у нас безусловные фавориты. Потому что первые две карты они смогли... За первые две карты они смогли просто поиздеваться над командой ВП. И слишком агрессивно, слишком точно, практически без ошибок. И заставляют ошибаться ВП. Я думаю, что еще неприятней для данного коллектива. Иллидан на Фантом Лансере. Но если на Фантом Лансере не зайдет, то я даже не знаю, на ком тогда должно в принципе зайти. ПЛ-герой несложный в реализации. ПЛ не так сильно зависим от артефактов. Диффуза это не очень дорого. Диффуза можно нафармить, даже если тебя гнобят. Это не на нагу нафармить Радианс. Это не 5000 голды потратить без результата в принципе для себя вот в промежутке. Это те же Блейд и Фалакрити, которые ПЛу статы дают, необходимые и для фарма, и для выживания. Все-таки деф. По чуть-чуть, понемножку. Это не так, что ты копишь тысячу лет на какой-то хороший дом, живя при этом в канализации. Нет, ты по чуть-чуть докупаешь, докупаешь, докупаешь. И в итоге у тебя хороший артефакт появляется. Иридан, по идее, здесь имеет героя не настолько жадного, как Нага. Должно пойти, должно, но вы видели первые две игры, шло не алё вообще. Расстановка по лайнам. Какая будет тут команда Эмпайр? Триплу, как я понимаю, в ЭП решили отправить в сложную линию. Потому что Фобос уже в соло отправляется на лёгкую. Фобос будет стоять в соло и будет стоять против Йоку на Туцке. Тут халява и одному, и второму. Ну, Туск, кстати, благодаря Айшарду, благодаря Сноуболу, если Вардик где-то Йоку подбросят, по идее, с Баунти Хантером будет достаточно короткий разговор вести на ранних этапах. Лил или Дан, и к ним же ФНГ должен отправляться на Бэйне. ФНГ уже с вардами, уже будет помогать своему тиммейту. Фобос пока что без вардов. ФНГ, по-моему, бежит конкретно в центре вручить Фобосу, чтобы в случае чего задевардить. Йоку, безусловно, должен вардами обзавестись. Заблочил уже один из спотов оффлейнер команды Эмпайр. На мид лейне будет Резолюшн на Вайпере от Империи, Алоха Дэнс, Сайлент на Хускаре и Олвейсу на Флайне на Дазли будут стоять у нас на нижнем лайне. Вы видите, да, Флай у нас скупил Даст со старта, готовятся встречаться здесь с Фобосом, а Фобос не тут-то было. Фобос у нас будет на легкой линии. Будет ли Эмпайр триплу переводить на топ лейн, сейчас узнаем. Либо будут все-таки вынуждать команду ВП отправляться триплой на легкий лайн. Глянем, трипла у команды ВП не настолько опасно, как у команды Эмпайр. Тут и Сайлент Соло может похарасить всех и вся. Плюс Даззл на подсейф очень полезный, да и Алоха Дэнс на Рубике. Мне кажется, трипла все-таки у команды Эмпайр повыигрышнее будет смотреться. Иллидан уже идет у нас на сложную линию, к нему сюда летит Лил и ФНГ тоже наверняка отправится именно туда. Ну и Фобос будет Соло здесь. Ну глянем на мувы команд. Все, прозвучал у нас Горн. Крипы пошли, крипы уже на лайнах. Пожелаем удачи командам. ВП держаться молодцом, Эмпайр, безусловно, додавить есть все перспективы. Но на медлейне у Года на Лешраке ситуация не очень приятная. Резолюшн будет постоянно наплевывать Лешраку. До появления нормального количества ХП у Года будут постоянные страдания. И посмотрите на Года, что уже с ней происходит. Кстати, Хускара у нас цепанули. Сайлент под собственным тавером. Сайлент и сам себе нормально дамаги наносит. Ну и Резолюшн дальше наплевывает по Году. Год поймал Резолюшна. Лайтнинг Сторм не допрыгнул до Резолюшна. Повезло ему здесь 100%. Сайлент здесь естественно будет проседать по ХП, потому как вкачал у нас Бернинг Спир. И сам себя дамажить Сайлент тут просто мастак будет. Ну на то здесь Даззл рядом, чтобы в случае чего подсейвить. Пока что Шалу Грейв не качал, но файт и не предполагался на ранних лвелах от команды Эмпайр. Резолюшн вынудил Года использовать все, что у него есть. Есть у Резолюшна, если что, есть Хилинг Селф. Так что в принципе атаку Резолюшн организовать должен. Пока, пока, пока принесет здесь Лишрак себе Боттл, можно и без ХП оставить. Год в ситуации незавидный. Ну под собственным Тауэром команда Эмпайр. Здесь очень удачная позиция для фарма крипов. Линия только сейчас начнет пушиться. Сайлент уже второй левел получил. Уже есть пассивка. Иллидан два крипа убил. По минимуму. Сайлента уже восемь на два. У Иллидана два на один. Иллидан близко не подходит. Надо куда-то девать триплу команде ВП. Ну, стоять здесь и просто терпеть. Ну, это вообще не айс. Вообще не айс. Команде ВП здесь просто надо рвать и метать. Потому как они в одном шаге от поражения. Если Эмпайр их сухую обыграет, то что вообще тогда думать о команде ВП? Да, Эмпайры очень сильны. Но и ВП ведь тоже не первый день сегодня в доту зашли. Ну и пока что трипла команда Эмпайр понаглее действует. Потому что может себе позволить. Йоку на сложной линии. 11 на 3. У Фобоса 11 на 1. Здесь очень ровно идут игроки обеих команд. Но Йоку на получал от Фобоса. И уходит отсюда. Мидлейн, резолюшн. 12 на 2. У Года 15 на 2. Год зависим от маны в данном случае. Резолюшн зависим... Да я даже не знаю чего. От хп зависим от резолюшн. Ну все, Год по-моему приплеил. Еще один плевок и Год просто разваливается. И, кстати, Лайдинг Сторм по резолюшну так и не прошел. Лешрак в итоге у нас умирает. И ФБ никому лично отдан не был. На двоих разделил Вайпер вместе с Рубиком данный фраг. В любом случае команда Эмпайр первое убийство делает. По голде они уже должны повести. По экспириенсу тоже в плюс выходят. Как там Сайлент поживает? Сайлент 11 на 3. По фарму дела остановились. А вот Фантом Лансер начинает набирать оборот. У Элидана уже 12 на 6. Он уже обгоняет Сайлента. Почему Сайлент не быкует? Непонятно. У Флая. А Флайу дали возможность, кстати, нафармить себе третий левелок. Как я понимаю, чтобы поувереннее смотреться. Посмотрим, что здесь будет. Либо Шаллоу Грейв, либо Вейв все-таки в приоритете. Даже для себя лично интересно понаблюдать. Сайлент третий левел. А Фантом Лансер пока что только второй. Ну или Элидан уже по крипам Сайлента обгоняет. Йоку с батлом. У Йоку есть в батле еще и хоста. В принципе, и прибежать куда-нибудь можно попозже. Кстати, что там по вардаму у Йоку. Ничего. Фобос здесь, в принципе, в безопасности. Ушел в инвиз. Нарезал Йоку со спины. Пошел дальше фармить крипов. Резолюшн 22 на 6. Крипстат. Лишрак 22 на 2. При том, что Год постоянно испытывает агрессию. Ну и Резолюшн у нас не на расслабоне стоит. Так, выход у нас от команды ВП на Алоха Дэнса. ФНГ отправляет у нас Найтмэр Алоха Дэнса. Но тут очень большие проблемы у Рубика. Алоха Дэнс у нас под Грейвом. Лила разваливает. Сайлент начинает настреливать по Фантом Лансеру. И прикатывается Йоку. Откуда ты здесь взялся, Йоку? Йоку просто разнес сейчас команду ВП. Да, потеряли Рубика. Но это саппорт. Зато взамен забрали мейнкерри команды ВП. Пэл отъезжает в таверну. Это неприятность для команды Виртуз Прош. 614 голды зарабатывает Эмпайр. В данном файте и 470 экспирианса. Год дальше харасит Резолюшн. У него нормально теперь все по мане. У него есть Боттл. Поэтому Резолюшну надо всегда быть на чеку. Поймать сплитез и Вайпер будет в принципе здесь без ХП. Кстати, Резолюшн тоже тут. Палка о двух концах. Вайпер в руках Резолюшна. Коррозив скин в приоритете у Вайпера. Поэтому и самому Году не всегда приятно, когда он дамажит Вайпера. Тут такой Вайпер, что лучше не прикасаться к нему вообще руками. Йоку уже на мидлейне. Айшард запускает в Года. Сноубол пошел в Года. Резолюшн начинает наплевывать. Выходит из Инвиза Фобос. Год лоу-ХПшный. Года развалили. Йоку тоже убили, но мидер команды ВП отправился в Тавер. И дальше наплевывают. Теперь по Фобосу. Фобос у нас лоу-ХПшный. Еще один плевок от Резолюшна. Фобос должен умирать. Нет, Фобос у нас через Хилинг Селф. Выхиливается и... Только один фраг делает, что одна команда, что вторая. Шесть минут сыграно. По графикам все в ноль. Алоха Дэнс. Ну сколько агрессии в этом паре. Я представляю, какой Алоха Дэнс в жизни должен быть спокойный. Просто в доте постоянно парень быкует просто нон-стоп. У него мало ХП, да плевать вообще. Я играю на арахитичном герое, да плевать вообще. Пошли драться. Представляешь, говорю, через компенсацию, насколько же спокойным человек должен быть в жизни. Человек, который постоянно нарожен, лезет в доте. И во многом, кстати, плоды это свои приносит. Например, прошлая игра и Баунти Хантер это... Ну, такой показательный Баунти Хантер, который дисбаланс вносит во все линии соперника. Постоянно где-то рядом с тобой вард. Вард, который перемещается. Вард, который лицо тебя разбить может в любом случае. Если ты саппорт, то вард, который тебя убивает практически со стопроцентной вероятностью. Так, давайте на Элидана смотреть. Пора уже. Элидан перемещается на топ-лейну. Элидана по крипт стату 32 на 15. Ну, какой-никакой, нетворс должен быть. Третье место, четвертое место для Элидана. Сайлент обгоняет Элидан. Что ж такое-то, а? С Элиданом просто сегодня беда какая-то полнейшая. И уже линию ему дают удобную. И саппортят, и умирать не дают. Вроде саппортов к нему прикрепляют. Все. Не пошло, и не пошло уже третью игру. Сайлент. Глофс оф Хейст приобретает. Хускар у нас. Не думаю, что это Мидас. Вполне может быть, что Хускар у нас будет через Мордиган идти. Хотя, может и Мидас. Если будет нормально золото капать Хускару, почему бы не приобрести артефакт, который еще больше золота тебе дает. Нужно больше золота. 250 по голде ВП, впереди по экспириенсу. Почти 500 тоже в пользу команды Virtus.pro. Йоку ждет. Ждал, точнее, пополнить ману. Здесь лучше не драться ни с кем. Сразу 4 игрока команды ВП были в одной точке. Фобос, кстати, себе уже фейсбут сына собирал. У него уже есть брасер. Скорее всего, барабаны тоже будут у Баунти Хантера. И Фобос на Резолюшна выходит. Здесь есть вард, кстати, у команды Empire. Фобос может ошибку совершить, если подойдет. Все-таки у Резолюшна уже есть Вайпер Страйк. У него 8-й левел. У него своего дэмэджа нормально. Ну и ПТ-шку готовит себе Вайпер. Увидим, будет ли Резолюшн по классике идти у нас. Свайперы обычно по типу Разоров, по типу СФов в мидлейне. Собирают себе Мекку. А потом все остальное необходимое. В принципе, какая классическая сборка на Вайпер. Это Мека, это Аганим. А дальше уже по ситуации. Ну и все, начинается пуш от команды Empire. Уже надо перемещаться сюда игрокам команды ВП. Все-таки здесь и Сайлент, и Резолюшн, и Алоха Дэнс, и Флай здесь. А в это время команда ВП гуляет. Фобос у нас между Тауэрами. Гот подходит к Тауэру. Диаболиков нет, поэтому пушить не получится. И команда Empire просто на спокухе абсолютно забирает у нас Т1 по нижнему лайну. Ну и вплоть до того, мне кажется, ситуация парадоксальная, что можно им на Т2 двигать. Не реагирует абсолютно команда ВП на все это. А Empire реагирует. Empire перемещается на нижний лайм. Не заметила я, была ли инфа, что здесь Баунти Хантер ходит. Вроде как за ним выдвинулся Алоха Дэнс. Флайт тоже на пятки Алоха Дэнсу наступает. Ну и Гот отсюда улетает. Алоха Дэнс не дотягивается телекинезом. И улетает отсюда еще и Фобос. Ну и Сайлента будут здесь пытаться развалить. У Сайлента, кстати, Мордиган через 400 голды мог бы появиться. Сайлент здесь отъезжает. Тут, конечно, немного надо было. Хускар и Хускар уже у нас был лоу хпшный. Сайлент отъехал. 4-3 становится счет. Посмотрим, сколько голды своим оппонентам подарил Сайлент. 790. Ну так прилично, знаете ли. Тем более все это на ровном месте. Без вообще серьезных затрат. Разве что 2 ТП потратили игроки и команды ВП. Хотя, на самом деле, они еще и тавер на миде потратили. Гот по-прежнему без диаболиков. Гота проблемы по мане. Аркан бутсы, конечно, имеются. Солринг имеется. Но Батлау года... Батлау года гуляющая. Она у него в курьере. Только-только отправил вниз. Сайлент уже здесь. Сайлент прыгает на Фобоса. Все. На этом все остановилось. Сайлент, кстати, Бернинг Спир не в приоритете. В 2 пока что. Вкачин, Берсеркерс Блад в 4 для Хускара. Ну и, конечно, лайфбрейк от Хускара обязательный. ФНГ просветили. ФНГ не видят пока что. ФНГ у нас в деревьях. Халоху Нэнс увидел ФНГ. Айшард пошел от Йоко. ФНГ здесь и останется. Минус ФНГ. ФНГ и Мидлейн команды ВП тоже разваливаются. Вчетвером здесь игроки команды Эмпайр. Почему бы не пойти? Почему бы не пойти на Т2? Ну, Резолюшн, кстати, с Меккой. Без Мекки еще Резолюшн. Баклер есть. На Хедреску деньги почти насобирались. Но в скором времени будет и Мека. У Сайлента уже должен лететь Мордиган. Все, у Сайлента уже готов Мордиган. У Йоку появляется Аркан Буци. Иллидан заивейдил у нас с Доппельгангером врыв от Йоку. А Йоку, гляньте, без печали вообще. Иллидан, не Иллидан. Мейнкерри, не мейнкерри. Я здесь мейнкерри. Сюда подошел. Так, Ускара у нас разваливают. Это крипы. Ничего страшного. Иллидан просто отсюда отходит. Думает, что с ним связываться. Вдруг у него нож. Туск. Йоку в первой игре у нас был с Гвардиан Грифсом. Сейчас у Йоку уже есть Аркан Буци. По идее, и Мека, и Гвардиан Грифс должны появиться бы по аналогии с прошлым матчем. Но Меку здесь собирает Вайпер. Так что вряд ли, конечно. Йоку у нас обзаведется данным не дешевым, но важным артефактом. Флай, бедняжка, чего ты здесь? Загулял как-то немножко у нас Флай. Сайлент в инвизи на Года. И Год, по-моему, здесь останется. Год старается сделать ТП-аут. Года подожгли. Сноубол на Года. И Год, скорее всего, здесь и остался. Сайлент под Грейвом. Старается выхилить Сайлента. А Сайлент и сам себе. Хилка, Армлет. Сайлент просто чудеса творит. Я, конечно, с ужасом смотрю, как Сайлент юзает... О! Вот это да. Вот это я доглорил за Сайлента. Я, конечно, с таким ужасом, знаете ли, ориентируясь на свой скилл и с восхищением. Смотрю, как Сайлент у нас юзает Мордиганы на Рейскинге. Я думаю, на Хускаре дела примерно те же. Вот Мордиган-то тот же, почему бы не юзать. Ну и только-только я сказал, насколько круто у нас обузит Мордиган Сайлент. Как Сайлент просто слился на ровном месте от крипов. Бывает. Ну, бывает. Эмпайр по голде почти тысячу, по экспириенсу тысяча для команды Virtus.pro. Так, ну что, поймали у нас Дазла. Always One of Fly, естественно, не самый крепкий. Его разбирать было бы несложно. Ну, он даже, кстати, и Шалу Грейк на себя не успел провязать. С Дазлом быстренько справились. Эмпайр 8-5 выигрывает по голде. Но какую-никакую капусту, но отдают своим соперникам. Эмпайр в это время по топ-лейну. Нижний лайн уже сыпется у Империи. ВП, по идее, должны его забрать. У года до сих пор нет диаболиков. Я так понимаю, нафиг не нужны. Как там дела у Иллидана? У Иллидана 2400 на руках. Будет ли это Яша у Иллидана или сразу Иллидан пойдет у нас в Diffusial Blades? Сейчас узнаем. Нет, вообще другим путем у нас пошел Иллидан. Приобретает себе статы. Покупает себе Drum of Endurance. ХП недостаточно, и правда. Сайлент, например, с включенным Мордиганом имеет 1600, если я не ошибаюсь, ХП. Естественно, ПЛ он развалит до того, как ПЛ размножится у нас. Резолюшн уже с Меккой. Уже есть Аквила, есть ПТ. Йоку. Приобретает себе Клуак. Есть у него Аркан Буцы. Глиммер Кейп, скорее всего, будет у нас от Йоку. Рубик. А Рубик, кстати, в это время с Фобосом дерется в соло. Алоха Денсу надо отсюда уходить. Украл трек. По трекам Фобос. Алоха Денс старается отсюда уйти. Йоку, да, сейв ты своего тиммейта. Йоку! Йоку поздновато как-то немножко влился. В итоге потеряли Алоха Денса. И Йоку, скорее всего, тоже здесь останется. Не знаю, меня ли послушал Йоку, когда развернулся или просто. Но Йоку в итоге отдается точно так же, как и Алоха Денс. Точно так же, как и Флай. Минус 3 делает команда ВП, теряет только Лила. На Сайлента, пошел врыв. Сайлент через Армлет. Хилка на себя же. Сайлент вряд ли здесь... Да ладно, да ладно! И выйдет он все вообще необходимое. Благодаря Мордигану Сайлент пилится в соло против тысячи иллюзий Фантом Лансера и побеждает. Ну то есть не умер, уже победил. Ой, жесткач какой, ну как-то. Там триллион просто этих иллюзий бежал за Сайлентом. И каждый по удару наносил, выключить Мордиган, остаться без ХП. Какая-никакая иллюзия, но должна была хотя бы какой-нибудь толчок в спину Сайленту. И Сайлент, по идее, то у нас и выйдет дэмэдж от тысячи иллюзий Фантом Лансера, то у нас сливается просто крипам. Нормально так, разноплановый игрок. ВП по голде выигрывает 1800, по экспириенцию 2.5. В пользу команды Virtus.pro. А кто же у нас там так проседает? Первое место Resolution по фарму. Второе место по фарму Сайлент. Дальше Готт, дальше Элит Дан, дальше Фобос. Ну, наверное, здесь ситуация после Фобоса уже не очень приятная. Вот саппорты команды Empire, конечно, проигрывают. 2.600 у Aloha Dance, но его прямой оппонент Лилл у него 3.300. Дальше Йоку 4.200 и он проигрывает Фобосу 1500. Отсюда, конечно, и минус команды Empire. Сайлент в это время подпушивает у нас нижний лайк. Сайлент просто машина, сам по себе. Флай, в принципе, рядом. Сайленту очень выгодно сливаться до ЛУХП. Прыгает, кстати, прям за Тауэр, прыгает на Элит Дана. И просто напиливает в спину Элит Дану. Сайлент, остановись. Сколько можно? Героя для себя выбрал. Рейс Кинг для него, Хускар для него. Ну, тут уже так, тут индивидуальный скилл дает свои плюсы. Резолюшн в это время у нас скиллинг спристрик получает. Бейна где-то развалили, но это не очень интересно. В любом случае, ВП будет смещаться сюда. Сайлент, Соло, все поулетали. Сайлент остался в Соло здесь. Aloha Dance, флайм против Элит Дана. В это время Сайлента поймали. Сайлент через Мордиган. И опять прокает этот Мордиган. Ну, когда-то это должно было закончиться. Сайлента в итоге разваливает. Счет становится 10-10. Эмпайр теряет двух героев в этом файте. Смог ли вот сюда уйти Aloha Dance? Да, Aloha Dance сделал ТП-аут и ушел из файта. Счет стал 10-10. 1200 голды зарабатывает ВП. 1600 экспириенса. Они выигрывали и до этого. А сейчас пойдут в отрыв. Ну, подсобрались. Ну, не знаю. Мне кажется, немножко... Немножко быкует здесь Хускар от Сайлента. Да, герой вроде как и мощный. На ранних лвлах вывез необходимые артефакты. И где-то в Соло, конечно, он может подраться. Но когда тебя толпой стоят, валят. С этим Мордиганом просто так не поиграешься. В толпе Мордиган явно не игрушки. По фарму. Первое место Resolution. Второе место Лишра. Есть уже, кстати, Бладстоун у года. Готов-5 у нас тут пыхтит за всю команду. Но в этом случае и Фантом Лансер. Не якорный. До этого, конечно, Иллидан вниз тащил свою команду. И на него много... Достаточно такая сильная роль отводилась героям, которых брали Иллидану. Поэтому то, когда он проваливался, в принципе, на всю команду влияло. Сайллен просто сливает у нас хп-шку благодаря лайфбрейку. Прыгает Доппельгангер. Ну и, естественно, разговаривать с ним по Иллидану не собирается. ФНГ. Тут партизан леса. Увидел Флай, увидел Алоха Дэнса. Сам отсюда не вышел или не увидел. Нет, ФНГ вообще ничего не видит. ФНГ просто стоит и... Но здесь только видит, что Йоку выходит и еще кто-то появляется. Так, под смоком команда Эмпайр. Ну и все, ФНГ не спалил Смоук. И Эмпайр не поняли, что кто-то находился рядом. Смоук не спален. Йоку уже готов рываться. Как-то давненько не дрался. Решил для себя Йоку. Так, Фобоса увидели. Просветка есть ли у Рубика? Есть просветка, поэтому Фобоса должны забирать здесь. А еще и под... Алоха Дэнс. Просветку юзал или нет? Или там гем есть? Что происходит вообще? Это вард команды ВП. Почему видели? Ай-яй-яй. Я так растерялся немножко. Почему нас... Видели Фобоса? Эмпайр. Забирают один фраг и сразу же на Т2 перемещаются по мидлейну. Ну, игра более-менее агрессивная, конечно, что с одной стороны, что с другой. 20 минут, 21 фраг. Ну, до этого как-то и поагрессивнее было. Команда Эмпайр забирает Т2 по мидлейну. В это время тут Иллидан подпушивает нижний лайн. А здесь просто разброты шатаний от ВП по нижнему лайн. Топ-лайн, точнее, подпушивает Иллидан. И какой-то непонятный совершенно мув от команды ВП. В это время Эмпайр просто заходит на хайгран. Сайлент прыгает на ФНГ. ФНГ вряд ли отсюда уйдет уже. Лил сажает фемильяров на голову Йоку. Йоку еще у нас со сплит-еос. Получает. Выхиливает резолюшн Йоку. Йоку под Грейвонт. Флай. Через секунду будет Вейв. Вейв проюзан. Команда Эмпайр практически в полном составе. Фулловая. Йоку сейчас выхиливает. Сайлент напиливает по таверу. Сайлент просто стоит, танкует тавер. Сайлент сливает хп-шку себе. У него уже есть Сэндж, кстати. Есть доминатор. Но у Сайлент в файте просто бешеным сейчас. Станет. Сайлент прыгает у нас на лила. Сноубоу прыгает на Сайлент. Мордиган еще раз надо проюзать. Ну и опять не доконтролил Сайлент. Ну и сложно доконтролить, когда, например, от лишворка диаболики включены. Тут Сайлент попадает. В этом случае надо что-то думать с БКБ-шкой. Без БКБ-хи тут игра не самая приятная будет. В дальнейшем. Диаболики уже есть у года. И от этих диаболиков слишком сильно будет страдать вся команда Эмпайр. Потому что Сайлент будет сливаться. Кроме Сайлента мало кто может стоять и просто руками напиливать. У Резолюшена уже готов Аганим. 22 минуты. Есть Мека. Есть Аганим. Всего предостаточно. Ну, понятное дело, Резолюшен у нас первый Нетворс на карте имеет. Так, а Гем... Гем был, да. Гем был у Йоку. В этой ситуации я тут завтыкал. Гем все-таки был у Йоку. Я так резко переключался, как будто я в файте. Как будто мне надо было обо всем знать. Сайлент. Сэндж. Уже. И будет ли это Алибарда, например. Коммер, кстати, для Фантом Лансера тоже вещь. Хотя нет. Не будет. Вряд ли будет Алибарда. Я думаю, что Сэнджин Яша, скорее всего, для Хускара. Есть, кстати, еще вариант. Есть, в конце концов, Сильвер Эдж. Ну, обычно Сильвер Эдж начинается у нас с... Приобретения Шадоу Блейда. Иллидан нашел свое место. Пока что на топ-лейне. Отсюда никуда уходить не собирается. А почему бы и уходить? Крипы идут. Выходить на самого Иллидана команда Эмпайр пока что не собирается. Эмпайр у нас четвером внизу. Ну и он просто либо сам, либо иллюзии отправляет. Ну так, по чуть-чуть, понемножку, но будет у нас пушиться сторона. И Пэйл. Все, Дуппельгангер провязал, иллюзии отправил вниз. Пилите крипов иллюзии, я пошел отсюда. Неинтересно. Эмпайру надо как-то обратить все-таки внимание на Фантом Лансера, потому что в лейте Пэйл, мне кажется, Хускара может расковырять. И Пэйл-то у нас уже идет лучше, чем идет Сайлент. У Иллидана 5-9-600 золота. У Сайлента 9-100. По левелу тоже Хускар проигрывает Фантом Лансеру. Ну и Фантом Лансер в лейте поперспективней все-таки паренек. Не знаю, честно говоря, на что делает ставку команда Эмпайр. Как бороться с Пэйлом в лейте пока что непонятно. Ну, надо вырезать всю команду, потом разговаривать с Пэйлом. Но пока ты режешь всю команду, Пэйл-то у нас множится. Потом этих Пэйлов столько, что глаза будут разбегаться. Сайлент вместе с собакой у нас бегает. Дэмэджа, кстати, предостаточно. Уже почти 200 с руки у Сайлента. Это еще без включенного Мордигана. С Мордиганом, ого, с Мордиганом 236 для Сайлента с руки. Ну, естественно, и собака тому виной. И Роха падает для команды ВП. Эмпайр знать об этом не знали, как я понимаю. Потому что даже и не двинулись в эту сторону под смаком Йоку. Ловит Элидана. Элидан лоу-хпшный, но у Элидана есть Аэго. Аэго сбивают сразу же. Сейчас Элидан поднимается. Сайлент уже готов врываться на кого-то. На ФНГ прыгает Сайлент. ФНГ на лоу-хп поднимает его Рубик. Развалили у нас ФНГ. Сайлент под Грейвом. Просто напиливает по всем, кого видит. Элидан начинает нарезать Алоха Дэнса. У него есть Дефьюжил Блейд. Поэтому Элидану несложно справляться с саппортами. Сдоминейтинг уже для Элидана. Элидан теперь вгрызается в Сайлента. Сайлент через Мордиган. Как же не хватает здесь Олвейсу на Флайе с его Грейвом. Но Грейв-то у нас не нулевой КД имеет. Олвейсу на Флайе в таверну. И Йоку тоже стараются допилить. Йоку входит в Глимеркейп и просто ТП аут отсюда. Минус 4 делает команда ВП в этом файте. 3-100 они зарабатывают по голде. 4-400 по экспириенсу. И Эмпайр еще и 850 здесь теряют. Ну они попали в неприятную ситуацию. Не надо давать фармить Фантом Лансеру. Это элементарно. Может расслабились просто Эмпайр. Потому что Элидан как-то не Айс вообще смотрелся первые два матча. Но здесь взяли такого героя. Что если бы не Айс смотрелся Элидан еще бы у нас на Фантом Лансере. То извините было бы очень много вопросов. Алибарда появляется у Баунти Хантера. Кстати у Фобоса-то нифига себе по артефактам. У него топ-4 на Творс на карте. У него уже есть Владмир. У него есть Алибарда, Барабаны, Фейсбуцы. Ну и так полуартефакты тоже присутствуют. Хитрая какая тварь. Визаж одним фамильяром. Добивает Тавер. Алоха Дэнс за Денайт не сумел. Фобос уже рядом кстати с Алоха Дэнсом. Алоха Дэнс по-моему у нас тут по фиду первый. 4 смерти у него. У Флая тоже 4 смерти. Алоха Дэнс правда где-то что-то там. Какой-то фражик еще и подстилил. У Алоха Дэнс стата немножко получше. Ну и Флай как обычно. Флай у нас за чертой бедности. У Флая самый маленький Нетворс на карте. Со стороны команды Эмпайр. Правда здесь есть еще Бэйн. Который я не знаю. Даже за Always One Offline объедки готов собирать. У Бэйна вообще ситуация печальнейшая. 0.5.4 для ФМГ. Ой или Дана поймали. Или Дана Резолюшн разваливает. Да, дали конечно Алоха Дэнс. Ну не страшно. Можно как-то разменять саппорта на мейн керри. И тут Эмпайр безусловно останутся в плюсе. 16-17 по голде тысячу зарабатывает Эмпайр. При том, что потеряли одного из своих героев. И 2 тысячи по экспириенсу. По экспириенсу, понятное дело, что вообще ВП ничего не подняли. Потому что это уже иллюзиями доковыривал Иллидан Рубика. ВП нифига так оторвались. 10 тысяч по голде были. И по экспириенсу девятка тоже для команды Virtus.pro. 25 секунд не будет. Иллидана, где в это время Сайлент? У Сайлента есть Алибарда. Все-таки в Алибарду пошел Сайлент. Здесь Алибарда у Баунти Хантера. Здесь Алибарда у Хускара. Дэмэджи да и так будет наваливать Сайлент. Немало. Я думаю, что у БКБ надо побеспокоиться Сайленту. Сайлент под Солар Крестом от Визажа. Ой, как неплохо так лил-то фармит. Сайлента пилят, 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 пилят всем селом. И Сайлент при этом фуловый. Зацепили в итоге Хускара. Хускара надо сейвить. Финсгрип и Сайлент. Но оно, наверное, ему и на руку. Просто в шар забирает с собой Йоку. Сайлент начинает настреливать. У него 400 хп. Тут либо Мордиган, либо закончился. Шалу Грейв бросает у нас на Сайлента. Сайлента допилили. Одного героя всего лишь потеряла команда Эмпайр. Но это обозначает только одно. Всем остальным надо отступать. Год гонится дальше за Флайм. Рубик улетел. Резолюшн не прилетел еще. Нет, Резолюшн у нас степаут сделал. Сайлент в ловушку собственного быковства попадает. Он постоянно прыгает. В самый адский замес прыгает. Ну, герой, мне кажется, такой, который Фантом Лансеру мало что сможет сделать. Тут с Фантом Лансером надо разговаривать всей командой. Алоха Дэнс против Года. Ну, или Дан. Ну, прощать Алоха Дэнса здесь 100% не будет. Ну, как-то нагловато выглядел здесь Рубик. Алоха Дэнс привычной для себя манере. Просто пошел... Пошел драться один в один. Год. Мидлейн стоял. Топный творц на карте. Да вертел я вообще на Юле все это. Пошел отдаваться Лешраку. Да, фейл случился. Безусловно. Команда ВП заходит на хайграунд. И кажется, что... Как минимум Тауэр снести должны. Тут есть Лешрак, который просто пассивно забирает Абра. Врывается у нас... Врывается у нас Туз. Йоку ловит сплит-рёс. Йоку у нас под шалу грейвом. Сайлент прыгает на Фобоса. Сайлент провязал Алибарду. Не вижу в кого. Сайлент лоу ХП-шный. Сайлент через Мордиган. Нифига здесь делать в принципе не сможет. Потому что ситуация не очень приятная. Резолюшн настреливает по ФНГ. ФНГ не улетает отсюда. ФНГ так и остался на базе. Иллидан. На середине ХП. Резолюшн. Вайперстрайк через 2 секунды. Надо хотя бы кого-то зацепить. Йоку уже здесь. Год лоу ХП. У Года почти нет. Маныну. Иллидан здесь в количестве миллион штук уже пилит. То бараки, то людей. Ну. Иллидан просто несчастный. Бегает от иллюзий Иллидана. И как? Куда тут собственно деть? Зацепили Резолюшн. Резолюшн. Сразу же байбэк. Доппельгангер от Иллидана. Иллидана надо забирать. Резолюшн. Плевок в Иллидана. Иллидан остался здесь. Все. Иллидана забрали. Мега киллстрик забирает. Резолюшн. 18-24. По голде ВП здесь выиграли. Два байбэка. Туск байбэкнулся. И Резолюшн байбэкнулся тоже. Но. Что самое важное. Сторону команды Импайра Дефала. Есть здесь минус. Не очень понятна реализация Хускара. Куда деваться Хускару? Как драться против Фантом Лансера? Иллюзии уже бьют по ногу. И просто так Пэйл складываться не будет. У Пэйла уже нормальные статы. У Иллидана готов Айовскади. У него есть барабаны на ХП. У него там ПТ переключается на силу. И у Пэйла, я думаю, где-то порядка 2000 ХП точно есть. Как врываться Хускару? Куда врываться? На кого? И главное вообще, как выживать в файнах? Под крестом от Дазла, конечно, можно простоять. Но крест тоже не вечен. Крест 5 секунд. Длится. В это время, например, Алибарду запихнули в Сайлент Айбаунти. Баунти Хантер просто выключает из файта Сайлента. Сайлент под эффектом Алибарды простоял себе спокойненько весь крест, а потом рассыпался. Непростая ситуация совершенно. 18-24 по голде. Команда ВП выигрывает 16 тысяч. И по экспириенсу 14 тысяч тоже в пользу Virtus.pro. Ну и давайте посмотрим по артефактам, как обстоят дела у Лила. 150 золота остается до появления Аганима. Солар Крест уже есть. У ФНГ есть Глимер Кейп. Есть Бутс оф Спид. Это при том, что Глимер Кейп еще есть, при том, что у него 6 смертей. По идее, должен вообще был бомжевать. Вот кто у нас в порядке, так это Баунти Хантер. У Фобоса уже есть БКБ. У Фобоса есть Владмир, Алибарда и Драма Фендюранс вместе с Фейсбутсами. Фобос у нас топ-3 Нетворс на карте. Еще бы. Обогнал Хускара. Обогнал Резолюшена на Вайпере. Всех обогнал. Молочага. Ну и Бэйн с Глимер Кейпом мы видели у Лишрака. 3000 после появления Шивы. У Года также есть Тревелам. Ну и Год уже сам скоро станет единицей такой, что попробуй его развалить. Вообще топ-3 Нетворс на карте со стороны команды ВП. Здесь у Эмпайр немного вариантов для камбэка, но они в принципе есть. У Вайпера есть Аганим. Также у Резолюшена готова Мека. 3200 на руках. Чем держать под контролем Иллюзии или Даны непонятно. Пока что непонятно. Йокуф под Глимер Кейпом. Сноубол пошел в Года. Года первым пытаются зацепить. Год может, кстати, и нифигата и дэмэджа не внести. Год в итоге у нас отваливается. Дамаги практически не нанес. Лоу ХП-шный Резолюшен. Его напиливают иллюзии Иллидана. Иллидан в самом центре событий. Прыжок на Йоку. Где Сайлент? Сайлент, где ты? Сайлент дерется с ФНГ. ФНГ, по идее, здесь умирает. Сайлент лоу ХП-шный. Фамильяры бьют по нему. Через Армлет Сайлент нормально смотрится. Где в это время Иллидан? Иллидан здесь за Лоха Дэнсом. Он решил напоследок оставить Сайлента. Сайлент под Грейвом. Против Года. Год уже здесь. Год просто поджигает Сайлента. И все. Мортиган юзать уже не получится. Минус 4 делает команда ВП. Дазл единственный, кто здесь не умирает. Флай отсюда уходит. 20-28. Но Эмпайр в данной игре, конечно, в неприятной ситуации. Все. Резолюшн пишет ГГ. Команда Эмпайр решила отложить решение всех вопросов на следующий матч. 2-1. А ВП-то ничего еще в порядке. Нашли героя для Иллидана. Не так-то все и плохо. Не пошло первые две игры. Причем не пошло со старта. Там Иллидан наверстать не смог упущенное. Ну и здесь, смотрите, с Сайлентом начали агрессивно разговаривать. Игроки команды ВП нашли противоядие. Тот же Фантом Лансер против Хускара очень опасен. Ну и фактически без эскейпов для Хускара в принципе. Ну и такая вот ситуация, что ВП противоядие пику команды Эмпайр нашли. Ну, как по мне, траблы здесь случились в пике. Хускар не зашел. Ну и после появления Фантом Лансера, мне кажется, и не мог зайти вообще. Ладно, услышимся через 5-6 минут. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, наш канал на Ютубе. Рады всегда вам. У микрофона друг, студия Грекам ТВ при поддержке Team Empire. Услышимся через 5-6 минут на четвертой карте данного противостояния. Best of Five. Это гранд-финал ЕС-портала. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok